25 фраз современного разговорного английского языка, которые должен знать каждый. Hello everyone and welcome to my English channel. Всем привет, с вами Марина Киселева и сейчас я поделюсь с вами очень важными и нужными фразами разговорного английского. Я предлагаю вам протестировать себя. Просмотрите это видео до конца и напишите, сколько фраз вы знали. Чем больше фраз вы знаете, тем выше ваш уровень разговорного словарного запаса. Let's start. Я буду проговаривать фразу сначала на русском языке, а затем на английском. Пока я буду делать паузу, вам нужно быстро вспомнить и сказать эту фразу вслух. Okay, so number one. Да ну, не может быть! Ни за что! Это все одна фраза, которая переводится как No way! No way! Number two. Ты смеешься? Ты шутишь надо мной? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Number three. Ты крутой! You rock! You rock! For. Могло бы быть и лучше. Could be better. Could be better. Five. Зависит. От многого зависит, мы скажем по-русски. А по-английски? Depends. Всего лишь навсего одно слово. Depends. Number six. Давай закруглятся. Let's call it a day. Let's call it a day. Seven. Очень-очень редко. Раз в сто лет, раз в пятилетку. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Eight. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Ну и лишь чтобы что-то получить, нужно очень постараться. В английском эта фраза постоянно на слуху. Найм. Я ужасно устал. Я выжат, как лимон. I'm exhausted. Молодец. I'm exhausted. I'm exhausted. Ten. Молодец. Отлично. Умница. То, что я всегда говорю своим студентам. Good job. Good job. Eleven. Я закончил. Я угощаю. Я плачу. It's on me. It's on me. Thirteen. Я потерялся. Я никогда там не был. I've never been there. I've never been there. Number fifteen. Даже не. Даже не думай об этом. Don't even think about it. Безусловно. Естественно. Например, я вам что-то предлагаю. Говорю, хочешь мороженое. Вы говорите, безусловно. Absolutely. Absolutely. Number seventeen. Оно и видно. Или заметно. Очень часто эта фраза употребляется в Америке. I can tell. I can tell. Eighteen. Number eighteen. Понятно. I see. I see. Nineteen. Nineteen. Я понял. Понял. И это не фраза I understood. Чаще всего используется слово get в прошедшей форме. I got it. I got it. Или можно опустить слово I вместо имени и сказать got it. Got it. Умираю с голода. В какой-то степени. I'm starving. I'm starving. Twenty-one. В какой-то степени. In some way. In some way. For example. I like him in some way. Twenty-two. Подожди меня. Подожди меня. Wait for me. Wait for me. Это одна из самых частотных ошибок, которые совершают люди, изучающие язык. Они не используют предлог for. Это то, что обязательно нужно запомнить. Поэтому предлагаю вам запомнить сразу фразой. Не просто слово wait учить, а его подвернуть во фразочку. Wait for me. Number twenty-three. Я бы хотел. Я надеюсь, что даже начинашки знают эту фразу, потому что она очень часто используемая. Такой хороший день. Например, у меня. I see you can see. Such a good day. Such a good day. Конечно, здесь нужно подставить слово such, а не so. And the last one, number twenty-five. Номер двадцать пять. Это я хорошо разбираюсь в английском. Преуспевать в чем-то. Быть в чем-то хорош. Да, мы говорим, я хороша в этом. Или я хорош. Кстати говоря, эту фразу я разбирала в своем курсе «Английский за десять уроков». Смотрите его. That's it for today. Кстати говоря, это еще одна очень полезная фраза. На сегодня все. Ну, а я жду вашу обратную связь. Пожалуйста, напишите, сколько фраз из двадцати пяти вы знали. See you in the next video. Bye-bye.